Строить такой значимый для инфраструктуры объект начали весной этого года. За основу взяли проект детского сада, который был открыт в Коммунаре в 2016-м. Но эти здания двойниками не будут. Новый трёхэтажный детский сад предусматривает наличие лифта. Также другой будет цветовая гамма снаружи. Появится целых семь беседок, потому что территория большая. Так что нам этот сад знаком, все его моменты. Строили, наверное, те же строители. Ну да, да. Те же ребята и даже корновщик тот же. 30 марта был заключен договор. Но, к сожалению, через несколько дней началась эта пандемия. Где-то апрель были сложности некоторые. Но сейчас уже вышли на мощности, на полные. И надеемся, я уверен, что в декабре этот сад будет введён в эксплуатацию. Открытия очень ждут молодые родители. В микрорайоне Сновица-Веризина это будет первый детский сад. Люди уверены, что желающих получить здесь место для своего ребёнка будет немало. Детский садик сразу заполнится полностью. Даже хватило бы, потому что наш микрорайон в основном состоит заселённо с семьями, с детишками. Не только дошкольниками и школьниками, конечно же. Но детскому саду рады все. Не только родители дошкольников, но и жители без детей. Потому что мы понимаем, что мы уже начинаем жить не просто в новом микрорайоне, а в микрорайоне уже с цивилизацией. Сейчас здесь работают 14 каменщиков. До 10 августа подрядчик планирует сдать третий этаж. После чего начнётся благоустройство территории. Канализация и водопровод уже сделаны. Общая стоимость объекта составит 95 миллионов рублей. Большинство даёт федерация. Почему очень хорошо и выгодно строить эти детские сады? Всё-таки по федеральной программе всё это идёт. Для нас это большое подспорье. Процентов 90, наверное, идёт только средств федерации. По 5 процентов где-то так город, область даёт. Следующий объект, который появится в микрорайоне – школа, пообещал Андрей Шохин. О ней просят очень многие жители. Кроме того, инициативная группа рассказала о других проблемах – неудобных автобусных маршрутах и отсутствии поликлиники поблизости. Глава городской администрации заверил, что уже с 11 июля запустят новые маршруты. Мэрия готова помочь и с открытием медкабинетов. Екатерина Старикова, Андрей Беляков, Губерния, 33.